МОМЕНТ ИСТИНЫ МОМЕНТ ИСТИНЫ МОМЕНТ ИСТИНЫ Причина для того, чтобы бороться с терроризмом и антигосударственной деятельностью, потому что вся незаконная деятельность, она спонсируется наличными. И если у кого-то есть больше миллиона, то надо у человека спросить, а откуда вы эти деньги взяли? Получается, если я храню нож в квартире, значит, я потенциальный убийца. У нас хранение ножа, оно ненаказуемо. Хранение оружия и наркотиков наказуемо. Вопрос в другой. Как это будет контролироваться? Допустим, один из вариантов. Кому-то, какому-нибудь коррупционеру, какому-нибудь губернатору приходят с обыском и находят там какую-то кучу денег. Значит, их привлекают не только за коррупционное преступление, но ещё за то, что у них так много денег. То есть, за само наличие денег. Откуда взял? Не объяснил? А если можно объяснить? Я продал квартиру, копил всю жизнь. Бабушка, наследство. Бабушка, наследство. Где бабушка, похоронные деньги. Если он объяснит, то, насколько я понимаю, если я правильно понял этот закон, то, в общем, если он объяснил, то всё. Обыкновенный человек к депутату пришли, а вот ко мне, допустим, пришли. На основании чего ко мне пришли? По сигналам граждан. Вот так, не доносительство, а сигналы граждан. Мне просто интересно, ну хорошо, вот я просигнализировал про кого-то, или кто-то про меня сигнализирует. Как проверят-то это? Как стучать-то люди будут? Вот, допустим, пришла полиция, она же должна предъявить что-то. Они спросят, по нашей информации у вас есть 2 миллиона. Нету. Всё? Развернулись и ушли. Вот так, по идее, должно происходить. Ну а как? Или же, есть другой вариант. Какой? По нашей информации, у вас есть 2 миллиона. Нету. Нету? А проверить? А если найдём? А поискать? А поискать. Ну это вообще напоминает историю, там, парни, когда встречаются в подворотне, говорят, там, 20 копеек дай в советское время. Нету, а если найдём? А поискать? Вот это получается, да? Дай сигаретку, нету, а если поискать? Нет, смотрите, здесь есть один нюанс. Какой? Тут не 20 копеек спрашивают. Какая разница, в принципе? Большая, в сумме. К вам в подворотне не говорили, так, если, допустим, вы говорили, да, 20 копеек есть, они говорят, так, ну 20 копеек мы не берём, это как бы маленькая сумма. Я понимаю, а тут вот определённые суммы к вам заходят. То есть, если вы скажете, там есть у вас, вы скажете, миллиона нет, вот 500 тысяч лежит, они говорят, ну ладно, всё тогда, что, 500 не берём. Я считаю так, что это безумный закон, безумного Сермана, который, видимо, от знания голова у него пухла, распухла, и у него там в голове что-то щёлкнуло, потому что это сейчас, ну такая реальная подстава. То есть, на каждую можно стукануть. А я знаю, что у него лежит два, вы плохо искали, Милиса, нет. Вопрос, как этот закон будет реализовываться на самом деле, если серьёзно, это другой уже вопрос. Безумный. Но давайте мы сейчас вот вспомним, уже сколько, уже давно действует закон банковских переводов. Если вы переводите там больше, если я не ошибаюсь, 600 тысяч, сейчас, может, сумма уже другая, да, то это всё сообщается в определённые органы. Ну хорошо, да. Вот, добрались и до наличных. Другой вопрос, что деньги, перевод, их легко проследить, потому что это всё на бумагах. Как вы проследите наличную и кто сколько хранит? Тем более, у наших людей, измученных всякими коалийскими реформами, начиная с 90, а может даже с 60 какого-то года, да? К 61-го. 61-го. Им надёжней хранить деньги вот где-то так поближе, под подушкой, под матрасом. Спишь и знаешь, что где-то вот рядом. Не где-то там в банке. Ну я считаю, что инициатива абсолютно вредная, и что она вызовет целую проблему в обществе. Не очень понятно, как наказывать, за что наказывать, не очень понятно. Если не доказали, что человек украл эти деньги, они его. То есть, вот если доказали, что он украл, конечно, да, и это, безусловно, включается в государственный механизм. Но если не доказали, а я копил, а есть масса таких людей, то есть его за что наказывать? Ваше мнение хотелось бы всё-таки увидеть в комментариях. Что вы думаете по этому поводу, по новой инициативе нашего замечательного депутата Вессермана, о том, что больше миллиона рублей дома хранить нельзя. Это был «Момент истины». Я Стас Симонов, Евгений Гневшев. Главный редактор «Момента истины». Ждём ваших комментариев. Огромное спасибо.